Слава Украине, привет всем от Полонского. Под вечер новости сыпятся просто и приходится. Уже хотел отдохнуть, но вот не выходит никак. Итак, шизоидное Пуэло, он же подсудимый подследственный Путин, заявил о размещении российско-фашистского ядерного, тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Поскольку, мол, самопровозглашенный недопрезидент Беларуси бульбофюрер Лукашенко попросил его об этом. Понятное дело, что бульбофюрера он схватил за одно место и Лукашенко в жизни не просил бы о таких вещах, потому что, понятное дело, что это оружие ему не принадлежит. Оно принадлежит Путину и путинской банде. Но хорошо известно, что ответка всегда прилетает туда, откуда ядерное оружие вылетает. Поэтому, такой постановкой вопроса Лукашенко просто подставил свою страну, хотя Беларусь, какая она ему страна родная. Она же ему не страна. И он поставил всех, он поставил всех, кто живет в Беларуси с этим делом, с тем, что Путин разместит. Не абсолютно неадекватный Путин. Посмотрите, ссылочка снизу, просто в описании к данному ролику. Просто посмотрите наружу подсудимого, подследственного Путина. Там полнейшая, понимаете, мало того, что его корежит, видно, что его корежит от ненависти, видно, что его колбасит. Видно, что, ну, у него нездоровая морда, понимаете. И видно, что это больной, психически больной шизоидный маньяк, который готов, я не думаю, что он готов на самоубийство. Потому что, понятное дело, что применение ядерного оружия, это означает моментальное физическое уничтожение Путина и всех ему двойников, тройников и так далее. Там никто не выживет, вот, как и Кучкова, которая сейчас называется Москвой. Вот, но кому это нужно? Кому нужно расползание ядерного оружия. То есть, Путин, как он считает, опять поднял планку конфликта, градус конфликта. Но с моей точки зрения, если честно говорить, ну, это мало что меняет в стратегическом плане, но с моей, вот, например, точки зрения, вот, после этого западным странам все-таки надо с Путиным каким-то образом вопрос решать. Потому что, ну, в конце концов, не такой он неуязвимый и, честное слово, ставить на грань выживания, ну, почему-то подвергать риску выживания человечества из-за одного мелкого шизоидного чудовища, ну, с моей точки зрения, неразумно. Гораздо проще обрубить руки этому чудовищу, собственно говоря, по самой пятке и решить вопрос вот каким-то таким образом. Потому что, ну, оно просто уже немножечко слетело с катушек и надо ему эти катушки, вы сами поняли. То есть, вот, ну, а про Лукашенко там отдельная история. Это предатель из предателя, это мерзавец из мерзавцев, который подставил свою страну под чужое ядерное оружие, как под неадекватное расистское оружие, точно так же и под, в случае чего, потенциально под ответный ракетный удар. То есть, это предатель, каких не видывала Беларусь, наверное, со дня своего основания. Вот, вот, вот вам такой вот бульбафюрер и такой вот подсудимый, подследственный Путин. Я думаю, международному сообществу пора проснуться, хватит уже спать. С этими двумя надо что-то решать. Слава Украине!